Думали, кого пригласить в качестве режиссера на этот проект, что-то перебрав какое-то количество и дизиатур, остановились на премии. Что-то к этому добавить сложно. Мы перебирали какие-то варианты. Нам нужно было... Ну, кто-то был, скажем, занят, кто-то отпадал там сразу по причине занятости. Думали, думали и придумали. Понятно, что у нас не так много режиссеров, которые имеют дело. Дело в том, что делать большое кино, ну, по российским, ну, не только по российским меркам, большое, это отдельный вид деятельности, это как бы несколько иное. И для продюсера, и для режиссера, и для, в общем, для многих членов команды, для операторов, например, для... Ну, это... Можно об этом поговорить, но, боюсь, уже не поговорим. Вот. Поэтому выбирали и выбрали. И очень рады. Было, было, естественно, и у нас какое-то волнение, потому что и Клима относится к тех, и все равно большое кино до этого не снимало. У нас их человек пять, которые снимали, и, то есть, можно как-то вроде быть более уверенными, что... Что все как-то будет неплохо. Но ставка на... Ставка на новых людей, она все время... Клим снял уже пять или шесть фильмов до Салюта, по-моему, да? То есть, нельзя назвать его, там, дебютантом, тем более нельзя назвать. Но он человек молодой при этом весьма. И вот ставка на молодых, она всегда волнует продюсеров все время. Ну, кинокомпания СТВ, например, снимает дебютов. Это другое, понятно, крыло нашей деятельности. Снимает дебютов больше, чем кто-либо в мире в процентном отношении. Это вообще всегда возбуждает, это интересно, это очень привлекательно. Работать, так скажем, с новыми людьми, с кем-то еще не работал и так далее. Больше всех, кто у нас процентов 30 или 35 дебютов в тех 100 фильмах, которые кинокомпания СТВ провела за время своего существования. Я думаю, никого такого в мире нет, такого показателя. Ну, в общем, обсуждали, обсуждали, выбрали, решили. Еще у нас, кстати, для нас было важно, что я знал про... Клима такая важная тоже деталь, что он хороший сценарист при этом. А история ведь, история создания сценария, это отдельная история. Это очень, ну, понятно, что для таких фильмов особенно, это исключительно важно. Все сделать максимально точно, насколько мозгов в квартале. И было написано несколько полноценных сценариев другими людьми, при этом, несколько полноценных, хороших, но не всем точных, не всем то, что было нам нужно. И мы очень еще и в этом смысле на клима рассчитывали и не ошиблись. Ну, может быть, Бакур что-то добавит. Бакур, бакурация, продюсер фильма, спасибо. Мы знаем, что пробки, что ЧП, но спасибо, что... Я прошу прощения, да. Был написан сценарий, он был большой, в нем было масса достоинств и, наверное, много недостатков. И, значит, вопрос был, собственно говоря, стоял, кто может этот материал переработать в каком-то для нас понятном ключе и в результате сделать тот фильм, который мы видим, ну, приблизительно, так скажем. И случилось так, что, значит, Клим, в отличие от всех остальных режиссеров, то, что сейчас вот говорит Сергей Михайлович, он пришел и сказал, собственно говоря, Клим был, грубо говоря, последний из тех, значит, кому мы предлагали, на кого мы рассчитывали. И Клим был единственный человек, который сказал, что этот сценарий годится, и из него нужно делать фильм, потому что все остальные режиссеры, они все-таки пытались в корне переделать эту историю и даже написали, как вот сказал Сергей Михайлович, несколько новых сценариев. Но это было не то. Мы тогда прочитали сценарий, мы на него опирались, и мы чувствовали, что надо от него идти. Вот, и Клим смог, собственно говоря, его как-то адаптировать под себя так, чтобы мы не потеряли то, что мы хотели в нем увидеть. Вот, собственно, в своей истории. Я, в свою очередь, хочу тогда начать от этого вопроса, наверное, на ваш, собственно, вопрос, как мне все это было и далось, потому что я хочу выразить большую благодарность, собственно, продюсерам Сергею Михайловичу и Бакуру за то, что они доверили мне их, когда я снимал, мне казалось, что жену. То есть, когда я снимал, мне казалось, что я на свидании с их женой, и вообще это было изначально. Ну, спасибо вам огромное, что вы доверили. Я знаю, это было непростое решение, вы его принимали, ну, как бы... Ну, потому что из-за того, что сказал Сергей Михайлович, я очень благодарен, что вы его приняли, вот, и дали возможность под вашим чутким руководством управлять этим космическим кораблем. Я буду это еще много раз говорить на премьерах, но потому что это так. Я очень благодарен. Спасибо огромное. Вот, а что касается, как мне, да, слушайте, когда мне прислали этот сценарий, Леша и Чупов и Наташа написали, которые, да, то, что я сказал, то есть, мне там были вопросы, но мне сказал, да, конечно, это надо делать, и я мечтал это сделать, и я всю жизнь болел такого рода фильмами, и, там, вы знаете, я, в общем-то, ну, и мои фильмы тоже, они всегда жанровые, и на зрителя ориентированные, поэтому я мечтал снять такое кино, и поэтому, когда, наконец-то, ну, продюсеры приняли это решение, и все, уже мы начали работать, ну, то есть, блин, это же мечта для меня была, то есть, начать, мне энтузиазма было, хоть отбавляй, мне кажется, вот, продюсеры как раз боролись, моим энтузиазмом мы, и я хотел это сделать еще круче, еще как-то зрительски, еще добавить юмора, я предлагал, ну, как бы нет, у меня просто действительно открылся какой-то поток энергии, и творческой, и сценарной, то есть, мне кажется, мы с Бакуром работали вместе на сценарии, надо сказать здесь важную вещь, что мы с Бакуром очень тесно все-таки работали над этим проектом, и Бакур внес огромное количество своих идей, которые тоже существуют в этом сценарии, он полноправный автор сценария вместе со мной, с Лешей Чуповым и с Наташей Меркуловым, да, поэтому мы с ним вот взяли у них сценарий, вдвоем его дальше перерабатывали, и это была длительная работа, вот, то есть, у меня был какой-то поток, у меня было, ну, как бы, я предлагал три варианта каждой сцены, и, то есть, на выбор, вы хотите эту сцену, давайте вообще три варианта этой сцены, и дальше уже Сергей Михайлов с Бакуром выбирали, дальше они останавливались, мы дорабатывали это, ну, то есть, как бы, это, знаете, я только, как бы, я как дорвался, ну, то есть, и то же самое со съемками, в общем-то, поэтому, в этом смысле, ну, конечно, это мечта, которая сбылась, и спасибо вам огромное, говорю, продюсерам, за то, что они, то есть, позволили мою мистерство. Работать человеком с горящими глазами, ругарят глаза, это самое большое счастье. Слово.